Строить или не строить, вот в чем вопрос. Всем известна точка зрения жителей, в чьих дворах возводят магазины и офисы. Естественно, они негодуют, ругают власти и называют противозаконными и захватническими действия инвесторов. Грозятся объявить забастовку и перекрыть доступ техники на территорию двора. Какое же мнение у властей? Депутат от ЕР Роман Ефремов считает, что запрещая ту или иную коммерческую стройку, жители мешают инвестициям в город. По мнению политика, жители сами виноваты в том, что территорию вблизи их домов застраивают. Жители города Иваново в свое время отмежевали земельные участки, придворовые, чтобы меньше платить за земли, но основная масса по периметру своих домов. Соответственно, вся остальная земля, даже их дворов, она сейчас является муниципальной. Муниципалитет, когда к нему поступает заявка того или иного инвестора, распоряжается эту землю и выделяя ее под застройку. Отмежевали, не жалуйтесь, говорит Ефремов. Если жители хотят уберечь себя от точечной застройки, должны взять землю в собственность. Тогда строить на этой территории никто не будет, но счета будут больше. За все, убежден Ефремов, приходится платить. Кто будет чистить дворы от снега, жители говорят, давайте муниципалитет чистить, это не наша земля. Когда мы говорим, кто будет возить мусор, жители говорят, это муниципалитет, пусть они, это не наш земельный участок. Когда мы говорим о том, что муниципалитет выделяет земельный участок под застройку, жители говорят, нет, нет, это все наше, вы как же это у нас отнимаете, это наш двор. Вот проблема юридическая, она в этом. Тут много есть других аспектов, но я хотел бы, чтобы это было темой какого-то серьезного разговора, не на митингах. Есть в городе собственники, которые думают на два шага вперед и территорию с детскими и спортивными площадками перед многоквартирными домами, взяли под свою финансовую опеку, платят за уборку и благоустраивают. Только добыть эти адреса нам не удалось. Чиновники администрации, ссылаясь друг на друга по-партизански, хранят свою тайну. У оппозиционных коммунистов своя правда. Они считают, что жители имеют право быть услышанными властями, даже если земля муниципальная. Это та самая мутная вода, в которой ловится рыба. То есть, когда земля не отмежевана, вот, например, за моей спиной земля очень дорогая, и она не отмежевана. То есть, если жители захотят что-то тут отмежевать, скорее всего, им не дадут. Потому что в данном, вот в этом месте или в соседнем зону многоэтажной жилой застройки лучше снести старые дома, построить новые, не спросясь жителей, а жителей выселить в бараке. Система выделения земельных участков непрозрачна, рассказывает Алексей Масленкин. И с депутатом Ефремовым он сходится в одном. Вопрос требует проработки. Свою лепту в его решение Алексей Масленкин обещал внести уже в среду на заседании Гордумы. Там коммунист планирует создать рабочую группу по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Впереди разбирательство по тем самым нашумевшим стройкам улицы Строителей и Сакка. Продолжение следует...